Рады, Рады Христа Рады, Рады Христа Сколько их жизни добра Брона, моя красота и счастье Брона, моя чистота и счастье Святость, Рада Христовой любви Безврежность, Бог подарит мне радость Рада Христа Для кровь, для очищения грехов Рада Христа Брона, моя чистота и счастье Сердца, где же мое обращение Сердца, Рада Христовой Христовой святы Наверие Я получил прощение Что если б не было рад Не было б жизни тепла Не было б нежной любви Не было счастья добра Рады, нам дорогие Рады, Рада Христовой Как мы все промылись Рада Христовой Мы стали белее снега Радами исцелились Радами исцелились Радами исцелились Радами исцелились Радами исцелились Благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа Мы сегодня здесь, на этом месте Мы сегодня спасены Мы сегодня дети Божии Мы сегодня принадлежим к Церкви Его И какая цена нашего искупления Какая цена нашего спасения Пусть каждый сегодня подумает над этим Что такое спасение Для того, чтобы нам лучше понять Давайте мы вспомним ту картину Когда к Иисусу Который находился в храме Привели женщину Которая была грешная Ее должны были побить камнями Ее привели и сказали Господи Господи В законе написано Чтобы ее побить камнями А ты что скажешь? И представьте Состояние этой женщины Ее сейчас ожидает смерть Достойная смерть За то, что она сделала грех Но Иисус От него зависит все Он пишет на земле И когда она услыхала Слова Иисуса Никто не осудил тебя А она говорит Нет, Господи И он говорит И я не осуждаю тебя Иди И в предни греши Господь Он даровал нам спасение Цени этим Хор поет псалом Господи Боже Нашего спасения Аминь 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 Песня «Молитва» 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 Тебе служить, сердце все Тебе отдать, и Тебе лишь воскресать. О Господь наш вечный Бог, Ты взгляни на нас в лесу, Вечный свет позарит, Дух любви в сердце зажит. Господь, прийди, Дух любви в нас зажги. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пусть Дух Святой, Он совершает работу в наших сердцах, и мы продолжаем учиться страху Божьему, который ведет нас к совершенству, который ведет нас к личным отношениям с нашим Творцом, с нашим Господом. Хор будет еще петь псалом «Христова Церковь, поднимайся!». Это призыв ко всем нам, живущим в последние времена, перед тем, как должен прийти на эту землю Господь за Церковью Своею, для того, чтобы взять нас от земли, для того, чтобы нас ввести в славу свою, для того, чтобы нам быть с Ним навеки там, в небесах. И Он обращается к нам, и Он призывает нас, чтобы мы бодрствовали, живя в эти последние дни, чтобы мы приготовляли себя, чтобы мы посмотрели на себя. И пусть это обращение, оно будет каждому из нас. Давайте мы посмотрим на себя. Господь обращается к одной из церквей. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамоты ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Господь сегодня стоит у двери сердец наших и стучит в наши сердца. Христова Церковь, поднимайся! Христова Церковь, поднимайся! И знамя выше подними в одно единое, сливайся, облегшись бронею любви. О, Церковь, длинный свет спасения, с ней скорби ты нести должна, а в небеса за все решения получишь славу ты венца. Христа, невеста, очищайся! Труба уж скоро прозвучит, для встречи ты приготовляйся, и бойся, в сон главу склонит. О, Церковь, скоро твой Спаситель на землю за тобой придет, свою небесную обитель на брачный пир тебя введет. Его наследие, верность Богу, храните в мире до конца, еще немного, и чертога для вас откроются рода. О, Церковь, дуй стране блаженной, Подобно жемчуга краса, ты будешь чудным украшением и слабой подвига Христа. Благодарим за прекрасное пение. Сейчас нам будет служить словом благословенный брат из Белгорода Днестровска на очень насущную тему Селецкий Сергей Георгиевич. Пожалуйста, пусть Бог благословит. Слава Господу, дорогие друзья! Витаю вас, любовь Господа Иисуса Христа, примите щире витание за дещины. Ну, а дальше я буду по-русски. Для того, чтобы все понимали, это язык, можно сказать так, международного общения. Вы знаете, я, честно сказать, переживаю по нескольким причинам. Первое, то, что я первый раз на этом месте, а второе, то, что сегодня Бог многообразно говорит нам и вчера точно так же. Мы слышали проповедь о различного рода сетях, которые выставляются для народа Божьего. Мы слышали об измерениях, в которых должен пребывать народ Божий. И, вы знаете, церковь сейчас живет в то время, когда сталкивается с определенным видом искушения, которое пришло на всю Вселенную, можно так сказать. Тема называется «Искушение виртуальной реальности». Прежде чем мы будем говорить на эту тему, хотел бы дать такое определение. Что такое искушение? «Искушение» — это обстоятельства в жизни человека или, можно сказать, стечения обстоятельств, при которых есть реальная опасность впасть в тяжкий грех или вообще потерять веру. Можно дать одно из таких определений. Это определенные обстоятельства в жизни человека. И второе определение, которое является темой сегодняшней, это виртуальная реальность. Я думаю, что это понятие или само слово, оно далеко не библейское, но известное для молодого поколения. это созданный искусственно-компьютерными технологиями такой, знаете, мир, в котором может жить человек, который передается ему через органы чувств, то есть глаза, слух, знаете, обоняние, тактильная чувствительность и так далее, для того, чтобы он мог ощутить себя как будто, знаете, в другом мире, совсем в другом измерении. Можно задать вам один вопрос. Здесь студенты есть? Поднимите руки, пожалуйста, кто учится в разных учебных заведениях. О, спасибо. Тогда еще один вопрос. Кто печатает курсовые работы у соседа? Поднимите руки. Ну, я могу догадаться, вы дома их печатаете, правда? Это чтобы не задавать вам вопрос, есть ли у вас компьютер, правда? Вот так, напрямую. Хорошо. Еще один вопрос. Кто-то когда-нибудь терял мобильный телефон? А ну, поднимите руки. Ого! А какое ощущение у вас? Вот вы потеряли телефон, да? Вот надо новый покупать. Вот какое ощущение? Ну, приятно вам, да, было, не? А вот когда вы телефон потеряли, что вам самое больше жалко было? Сам телефон или то, что в нем? У меня когда-то тоже так пропали все контакты, все номера в телефоне. И мне не телефон было жалко. Мне было жалко то, что там было, находилось. А компьютер кто-то из вас терял? А ну, есть? Один, один. Ну, как ощущение? Ну, приятно было, нет? А почему? Там много тоже чего есть, да? То, что нам дорого. Современный мир, то есть я имею в виду этот мир, да, этот мир нехристианский. Он говорит о таком феномене последнего времени, который называется человек виртуальный. Что это вам говорит? И те, которые занимаются этими проблемами, они говорят, вы знаете, в последнее время электронные устройства, они стали продолжением тела человека. Я вас не зря спрашивал, как вы чувствовали себя, когда вы теряли ваши электронные устройства. Другие же, смотря на эту проблему, говорят о том, что оказывается, не электронные устройства являются приложением к телу человека, а совсем наоборот. Человек иногда становится приложением какой-то электронной системы. И это иногда, вы знаете, не совсем приносит благословения, особенно для детей Божьих. Поэтому об этом я бы хотел сегодня поговорить. Это очень такая тема интересная. Наше поколение, наше поколение, особенно молодое, сейчас находится, можно так сказать, на такой, на волне прогресса. На волне прогресса. Причем довольно-таки высокой волне. Вот можете на своих экранах, да, увидеть, которые вот справа, слева, да. Вот такая волна небольшая, на которой очень много людей, остальные отстали. Они находятся как бы, ну, не на таком уровне техническо развитом, как личность. И вот этот разрыв, он оказывает очень большое действие сейчас на христианство. То есть молодое поколение, находясь на волне прогресса, смотрит на старшее поколение, как на тех, которые еле в телефоне разбираются, да. Как на тех, которые, ну, ну, как простому сказать, отставшие. То есть те, которые не специалисты в этом, те, которые не авторитетны в этих технологиях. И в результате получается очень такая, вы знаете, интересная вещь, что прогресс, который движется неумолимо вперед, он оказывает на нас очень, вы знаете, большое влияние, большое действие. Однажды я находился на одной конференции, и вы знаете, так готовились братья, там пригласили какую-то группу такую, я так подошел, спросил пару слов, они мне говорят, ну, мы профессионалы, мы профессионалы. Ну, я думаю, ну, хорошо, музыканты, профессионалы. Сел так под стеночкой и слышу от Господа четкий голос. И Бог мне говорит, ты смотри внимательно, я тебе сейчас что-то покажу. Я удивился, смотрю внимательно. Эти профессионалы, они так репетировали, потренировали, с аппаратурой всю настроили, все хорошо, все красиво. И началось служение, начинается служение, колонка не работает, они сбились. Дальше начали играть, гитара не работает, сбились. Ну, на третий, четвертый раз вроде они все-таки спели. Я слышу от Бога голос второй. Народ мой больше зависим от технических средств, нежели от меня. Я, конечно, вы знаете, был очень удивлен, что Бог таким способом хотел показать, что в любой вещи, которую бы мы не использовали, на первом месте должен быть только Бог. Только Бог. Вы знаете, был одо мной этот случай, когда я еще служил в армии, и такая ситуация была, что собрали совет, значит, офицеров, командир вышел, говорит, товарищи офицеры, встаньте, все встали, и тут звонит генерал, он говорит, садитесь, вышли, и он ушел. Остались все сидеть, поворачивается ко мне майор из секретной части и говорит, Селецкий, я вот Библию недавно читал, я там вычитал, что Сатана Иисусу Христу показывал все царства мира. Я говорю, да, правильно, это что он ему, по телевизору показывал? А можете представить, там человек 30, сидит, все с погонами, и все повернулись, и смотрят на меня. Не знаю, откуда мне мысль пришла, я сказал, вы знаете, у Бога есть такие технологии, что куда браться вашему телевизору? Молчание. Ничего не могли сказать, тут командир вернулся, и планерка дальше продолжалась. Поэтому для христианского мира остается невыясненным один вопрос очень важный. Какой? Современные средства достижения, да, науки, прогресса, они угодны Богу или нет? Такой вопрос очень щекотливый, такой щепетильный. Как дать на него правильный ответ? Достижения современной науки, они угодны Богу или нет? Я тоже, когда сидел в зале и вижу все это оборудование, я не против, конечно, но я себе так подумал, думаю, вот если бы с нами сидел апостол Павел, вот что бы он сказал бы вообще о современном служении христиан? Вот, да, слава Богу, да, это же хорошо. Мы можем использовать все лучшее для Бога. Это благословенно. Но вопрос один, как Бог к этому относится? Как Он относится к этому? И дальше мы немножко поговорим об этом. Все-таки современное достижение техники – это благословение, или же нет для Церкви Христовой? Теперь вернемся к виртуальному, да? В чем суть? В чем суть в виртуальности, виртуального мира, о котором сейчас очень много говорится? В свое время Соломон говорил такие слова, ну, это экклезиасты можем прочитать. Вот говорят, что что-то новое появилось. На самом деле это давным-давно было. И я подумал, думаю, действительно, сейчас говорят, вот, какие средства науки, интернет, значит, компьютеризация массовая, все кругом, так легко, навигация, приехать, найти все можно. Что-то подобное было раньше или нет? Экклезиаст говорит, ничего нового нет под солнцем. То, что было раньше, оно и есть и сейчас. В чем суть? Виртуальный мир предоставляет человеку возможность почувствовать себя таким, знаете, каким-то творцом, чуть ли не Богом. Можно что-то творить в этом мире, можно изменить себя в этом мире, но эта перемена будет какая, не настоящая. Новые возможности. Я подумал, думаю, когда-то предоставлялось человеку новые возможности. Предоставлялись. В Едемском саду. В Едемском саду предоставлялись эти возможности. И вы знаете, фраза известная, откроются глаза ваши, то есть вы увидите все другими глазами, новую реальность, и вы будете, как боги, имеете новую возможность и будете иметь новое познание, то есть будете знать, что такое добро и зло. Интересно. Что же дальше? Сегодня и вчера очень много раз это место Священного Писания читалось. Но как было водниноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как было водниноя, то есть такой определенный образец нам Бог дал. Как было тогда до потопа, когда Бог пришел и истребил все. Что было характерной чертой для того времени? Вы знаете, в принципе, то же самое, что и сейчас. Это прогресс очень сильно возрос, увеличилось число людей на земле, нарушились основы брака, те самые, о которых Христос говорил, а вначале не было так. перестали реагировать или слушать слово Евангелия о покаянии, о вере в Бога. И еще одна очень важная вещь – это смешение людей перед самым потопом, то есть когда праведники вместе с грешниками перемешались. Бог сказал, что всякая плоть, она извратила путь свой передо Мною и решила уничтожить этот мир. Точно так же, как перед потопом. Мы сейчас живем в это же время, когда человек занимается самовосхвалением. И вот здесь и заключается суть, заключается суть всего, если разобраться. Бог, он за прогресс или против прогресса? Когда человек, когда человек занимается самовосхвалением, и мы дальше об этом будем говорить, то Бог против этого. Но если мы что-то можем использовать для славы Божьей, и на первом месте будет Бог, то это будет благословенно. Мы поговорим о Божьих технологиях дальше, не о человеческих. Вы знаете, эволюция очень быстро бежит, особенно эволюция носителей Священного Писания. Если раньше источником можно было назвать, да, камень, на камне мы знаем 10 заповедей скрижали, потом можно папирус, свитки были, потом перешли на бумагу. Вы знаете, в наше время мы встречаем такой парадокс, что Библии продают на электронных носителях. И говорят, это так удобно, но для этого вам нужен компьютер обязательно. Я однажды нашел такой, знаете, вопрос, очень простой, как бы оно задается для всех, за всех нас. Этот вопрос. Источник информации, которая не требует дополнительного питания. Знаете, какой? Она не требует дополнительного питания. Вот представьте себе, вот если бы сейчас выключили свет, вот брат Сергей Богачук проповедовал, я раз смотрю трансформатор так, вот выключили бы свет. Как вы думаете, вы бы расстроились? Я думаю, что да. Но если все для Бога, мы бы не расстроились. Для нас это не просто зрелище, это служение Богу. Пусть даже свет выключат, мы выйдем на улицу, и там будем славить Бога. Народ Божий не должен зависеть от чего-то, того, знаете, что мешает ему служить Господу. И мы должны это понимать. Теперь еще одна вещь очень важная. Духовная история прогресса. Духовная история. Один из первых людей, которым сказано, что он был развит технически, это был Каин. И мы видим, что Бог не Каина выбрал, а Авеля, если разобраться, а впоследствии и Сифа. Бог не выбрал Ламеха, который тоже был родоначальником сынов, которые имели большой прогресс, изобрели оружие, изобрели различные, вы знаете, устройства для быта, для жизни, но выбрал Еноха, седьмое поколение от Адама. Обратите на это внимание. Бог не выбрал народы, которые между собой перемешались, колено праведников с коленом Каиновым. Они перемешались между собой. Он их не выбрал, а выбрал Ноя вместе с его семейством. Хочу сказать, вы знаете, строительство Ковчега, это тоже была технология. Причем настолько важная технология, что другие смотрели и говорили, какой дождь, какая вода, что ты строишь, для чего? А Бог ему сказал, вот так сделай, вот так сделай, вот так сделай. Это была Божья технология. В свое время Бог сказал Моисею, сделай скинию, я дам мудрости строителям, я покажу тебе, как это сделать, по образу, показанному тебе. И это была технология, это был прогресс, но этот прогресс был Божий, потому что он предназначался для служения Господу. И в свое время, когда Бог закрыл двери Ковчега, другими словами, все, что было внутри, оно сохранилось, остальное погибло, кроме тех, которые дышали нелегкими, согласно Священного Писания. Пришел потоп, все погибли. Ной вышел из Ковчега, люди начали размножаться по земле, и дальше мы читаем еще одну историю. Технологический прогресс, время Немрода. Сегодня о сетях говорили, да? Написано, Зверолов пред Богом. Он как раз этой территорией управлял, там, где находился Вавилон, где строилась башня. Та самая башня, о которой сказано, что захотели люди сделать себе имя. Технология, кирпичи, что-то новое, строят башню до небес, для того, чтобы штурмовать небо. Вернуть, может, себе учеренный Едем. Бог посмотрел, видит их упрямство, видит их такую настырность, самовосхваление, смешал их языки и рассеял их. Бог не выбрал Исава, Бог выбрал Иакова. Исав тоже был Зверолов, в своем деле очень искусный, но он не был предан Господу, он не получил благословения. Не в Новоходоносора выбрал Бог, того, который сказал, какой я умный, какой я мудрый. Я все это построил. С моей мудростью все это было сделано. Недолго ему пришлось ждать. Он превратился в зверя, в животное, ел траву, пока не понял, что есть еще там наверху тот, который управляет всем. Вчера брат Петр Новорок приводил высказывание очень известного человека на Украине, это Григория Сковороды. Он говорил так. О, Господи! Благодарю Тебя за то, что Ты сделал все нужное простым, а все сложное ненужным. Вы знаете, если мы думаем, что какие-то сложности технические, какие-то, вы знаете, они как-то нас приблизят к Богу, я думаю, что нет. Все то, что Бог усмотрел, оно просто для человека, чтобы тот, который имеет какое-то техническое образование, который не имеет его, они одинаково могли Богу служить, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Писание говорит, много я из вас избрал знатных, мудрых. Нет. Немощное Бог выбирает для того, чтобы посрамить мудрое. Закон Господа укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведный веселят сердце. Заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист пребывает вовек. Слава Господу! Слава Богу! Вы знаете, говорили мы о четырех, вот брат Георгий Бабий говорил о четырех измерениях. Вы знаете, я начал так тоже посмотрел, то, о чем я хотел говорить. Оказывается, там тоже есть очень много, вы знаете, измерений, и все по четыре. Но эти измерения не ведут человека, вы знаете, туда на фавор, приближение к Богу, а ведут совсем в другую сторону. Итак, виртуальный мир или виртуальная реальность это иллюзия своего рода, иллюзия, которая как бы делает человека зависимым, делает человека зависимым. Виртуальный мир, термин виртуальный произошло от слова virtualis, что означает возможный такой, который может или должен проявиться при определенных условиях, определенных обстоятельствах. Я думаю, что некоторая часть из вас здесь присутствующих, они уже были на подобных семинарах, которые проводились. Здесь есть такие, которые были уже, когда я рассказывал очень подробно об этом всем. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я мог. Так, это Киев, наверное, тут еще кто-то, да? Но одна треть из вас есть. Поэтому я не буду сильно останавливаться на очень таких вещах, как бы, мелких, и мы будем говорить о важных вещах. Исторически эта технология пришла, опять-таки же, из технологии изобретения оружия. Сначала эти технологии употреблялись для того, чтобы тренировать летчиков, пилотов, танкистов, вот, как управлять этими самолетами. Опять-таки же, заметьте, прогресс, но какой прогресс? Не для того, чтобы мир был на земле, а для того, чтобы один человек мог властвовать над другим или уничтожать другого. такие, знаете, потомки ламеха. Одним из первых видов виртуальной реальности, которое пришло к нам, с которым церковь боролась, это было телевидение. Я не знаю, как сейчас мы боремся с этим, но хочу сказать, что в чем суть была телевизора, да, что человек получал информацию, она приходила в его дом, и сейчас в очень многих домах человек себе просто не представляет жизни без телевизора. Но суть, человек просто впитывает или кушает ту информацию, которую ему дают, и так переживает. В свое время, когда крутили сериалы, я уже, по-моему, рассказывал, да, молодежи на семинарах учебных, первые сериалы, на улицах нету людей, все смотрят, все интересуются, все переживают, как будто это их родственники. Но это только, можно сказать, так, одно из первых, да, первых измерений. Я не говорю о романах, которые читают христиане и мечтают себе что-то. Телевидение. Был я в одной семье, прихожу, смотрю маленький ребенок, и я говорю, как в наше время тяжело воспитывать детей. Ну, семья такая, неверующая. И дедушка этого ребенка сказал мне такую фразу, которая была для меня, можно сказать, таким озарением своего рода. Он сказал так, не переживай, телевизор воспитает. Я просто был, как вы знаете, поражен ответом этого человека. Говорит, не переживай, телевизор воспитает. Ну, вчера это место читалось, это в Крымом Роге популярное место. Ехал я однажды с Балты туда через Гольму, вот, вижу Шевченко с Кахата, побили на и звездкой, сверху камыш, на крыше, как вы думаете, что? Вот такая на спутниковую антенна. Понимаете, люди себе не, им мало там 20 каналов, им 600 подавай. Потому туда же обращается народ, его и пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, если видение, да, видение у Всевышнего. Вы знаете, в последнее время я вот эту картину застаю во многих христианских семьях. Ставят перед экраном, ребенка кормят, поставят что-то ему, чтобы что-то там играло, показывало, чтобы не кричал, чтобы не отвлекал. Детей садят, смотрите, не мешайте родителям. Ну, что они будут, да, пойдут во двор, на улицу, что я буду переживать? Я включу им что-то, пусть они смотрят, пусть они, значит, чем-то будут заняты. Главное, что они под присмотром. А что смотрят, это уже вопрос некогда нам. Хорошее высказывание. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Я хочу добавить, что те, которые читают Библию, они будут знать истину намного больше, чем те, которые читают книги. Мы находимся на войне. Вы знаете, церковь пережила очень много испытаний для того, чтобы оказаться победительницей. И вчера об этом говорилось, и сегодня об этом говорилось. Но есть еще одно поле битвы, которым мы иногда пренебрегаем. Одна есть такая восточная мудрость. Хочешь победить врага? Воспитай его детей. Кто сегодня воспитывает наших детей? Это не тогда, когда мы их берем за руку и садим для того, чтобы читать Слово Божие. Если это в семьях есть, это благословенно. Тогда, когда мы уходим, а дети сидят возле этого экрана. Кто воспитывает наших детей? Мы находимся на войне. Следующий вид. Погружение, измерение в виртуальную реальность. Это компьютерные игры. В чем суть? Суть в том, что здесь не просто люди сидят и смотрят или поглощают информацию. Они могут участвовать в этой игре. То есть это понятие называется интерактивность. Я могу что-то свое туда внести. И это увлекает. Хочу сказать, что все компьютерные игры, они построены по определенному психологическому принципу, вы знаете, от меньшего к большему. То есть дальше, еще дальше, еще глубже. Если мы думаем, что мы просто поиграли, то вы глубоко ошибаетесь. Все настроено на то, для того, чтобы человек как можно дальше и глубже, вы знаете, проник в эту игру или привязался к ней. Ему дальше было еще интереснее. Маленькие дети, они уже, знаете, знают больше, чем бабушки и дедушки в виртуальных технологиях. Они знают, как включить, как выключить, как поиграть. Для них многого не надо. Но мы будем, постараемся быстрее, просто, как бы, чтобы время не затягивать, говорить еще о четырех, вы знаете, моментах, с которыми связаны те, которые имеют отношение с виртуальными технологиями. В крайнем случае говорят, что есть четыре вида погружения, можно тоже так сказать. Или четыре измерения. Первое. Сынок, кушать. Да, мама? Иду. Сынок, иди кушать. Да, мамочка, я уже иду. Проходит 40 минут. Поэтому заинтересован, что такое интернет. Много можно говорить на эту тему. Очень много вещей бесплатных, полезных для нас. Информацию хранить, связаться, как по телефону, еще что-то получить. Но сама суть этой системы или сети заключается в том, что он имеет инфраструктуру города. Инфраструктуру настоящего города. Что там есть? Есть и институты, и консультации медицинские, и есть своя полиция в интернете, есть свои воры, есть, вы знаете, свои организации, есть очень много-много разных вещей. И люди говорят, что мы используем интернет, для того, чтобы нам удобно было. Точно так же и цель вот этой организации, общества интернета. Знаете, какая цель декларируемая? Распространить интернет, чтобы он стал доступным всем жителям земли. Чтобы все имели доступ к интернету. Это их основная задача. И они, хочу сказать, успешно с этим справляются. Я думаю, что большей части из вас, ваши электронные продолжения, вашего тела, которые вы в кармане носите, ну я, наверное, в том числе, они имеют доступ туда, к сети. Я думаю, что так. Никуда от этого не денешься. Итак, огромнейший город. Огромный город. И теперь вопрос, который я задавал не один раз, и сегодня уже об этом говорилось. Чего не может избежать практически каждый пользователь интернет? Много там мутной воды, много всякого, вы знаете. Но все же есть одно то, которого не может избежать каждый. Это созерцание ноготы. Созерцание ноготы. Я так думал себе, думаю, ну понятно, созерцание ноготы. После грехопадения первого, Адам и Ева, проблемы одни из первых. Говорит, мы испугались, мы наги. Проблема с ноготой. Смотришь на Ноя, вроде бы все, мир погиб, новый мир уже. Опять проблемы с ноготой. Опять проклятие пришло на землю. Смотришь дальше, очень у многих христиан есть проблемы именно с созерцанием ноготы. Священное Писание говорит о том, что он увидит ноготу ее, она увидит ноготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Это одно из мест в книге Левит. Всего лишь. Но в чем суть? Казалось бы, ну мы христиане, мы туда зайдем, мы увидим эту картинку, ну ничего страшного. Мы же, как бы, духовно зрелые, мы уже выросли в Иисусе Христе, на нас это не действует. Но можно сказать, как и апостол Павел, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Какой бы вы ни были, если вы будете находиться в этом сообществе, как и вчера говорилось, да, пребывать, сидеть или ходить, рано или поздно вы станете такими же самыми, как и они. В чем сущность, если разобраться, вот этого простого действия созерцания ноготы? Для этого нужно понять, кто такой человек. Вообще, если так посмотреть прямо, то человек это универсальное записывающее устройство. Он запоминает все, что он видит, все, что он слышит на протяжении всей своей жизни. Проблема в том, что воспроизвести не может. Но иногда эти непристойные картинки, непрошенными гостями, они всплывают в сознании человека, и христиан в том числе, и этим они оскверняют его. И Яков пишет о том же самом механизме, который был в Едемском саду. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот там вверху один из богословов, известных Запада, он сравнил память человека со срезанным деревом. Вот видели когда-то, да? Пенек, и там кольца на нем. И вот он говорит, когда вы срежете дерево и посмотрите на этот пенек, вы увидите, там кольца, и по этим кольцам можно определить, когда дерево болело, когда был хороший год урожайный, когда дожди шли, когда была засуха, и так далее, и так далее. Точно так же и память. Это своего рода диск, который записывает все. И механизм работает так. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И вот здесь очень важный момент. Но каждый искушается, увлекаясь собственной похотью. И вот именно здесь должен быть страх Божий. Как сегодня говорили, сторож, тот, который приходит и говорит, не смотри, не заглядывай, не ходи туда. Потому что, если похоть зачнет, она неминуемо приведет тебя к действию, ко греху. Сделанный грех приведет тебя к смерти. И другого механизма просто-напросто нет. Псалмопевец говорит, я погряз в глубоком болоте и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Говорили сегодня о водах благодати. Оказывается, есть еще и другие воды, в которых человек может погрузиться, и они его увлекают и чанут за собой. Вавилон. Одной из особенностей этого, вы знаете, города или духа Вавилона явилось то, что он растлевал все народы. И Писание говорит, что тайно Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. И дальше мы можем прочитать, что виновом блудодеянии напоило все народы. Думаешь, ну как один город мог напоить все народы живущие вином блудодеяния? Для этого достаточно просто посмотреть на карту покрытия интернет. Наверное, в Африке, только в некоторых районах нету. А так, по всему лицу земли при желании можно иметь доступ к, вы знаете, к вот этой, можно сказать так, к разврату, к распусте вот этой. Мы можем иметь доступ. Принцип порабощения Вавилона. Или метод Навуходоносора. Он заключался в том, что когда он завоевывал государство, он высерял оттуда население, и первыми, которые шли в плен, это были образованные, богатые его жители. В данном случае дети, начальствующих. Мы об этом можем узнать из книги Даниила. самые образованные, самые умные, и те, которые не простого сословия были. И вот тактика его такая была. Когда он забирал их в плен, а родители оставались там, может быть, для управления, забирал самые лучшие воинов, художников, вы знаете, правителей, всех уводил в Вавилон, оставлял самых простых, чтобы землю возделывали. Для того, чтобы сохранять политическое устройство и порядок, ему много не нужно было. Если бы кто-то хотел поднять бунт, он бы сказал, ты не забыл, что твои дети у меня в Вавилоне. Я им дал образование, я их обучил, им здесь хорошо. Не надо бунта поднимать, находись в том мрастве, в котором ты находишься. Иногда он посылал детей к своим отцам и говорил, скажи своему папе, чтобы он не поднимал никакого бунта, чтобы он молчал. Потому что тебе хорошо, у меня. Так иногда происходит и в нашей жизни, когда самый цвет христианской молодежи, самая, можно так сказать, талантливая, самая одаренная, вы знаете, одаренная молодежь, финансово обеспеченная, мы же просто так не купим компьютер за бесценок. Она пошла в этот плен. И мы с этим можем встретиться. Основные идолы, которые были в Вавилоне и с которыми мы встречаемся сейчас, это сексуальная распущенность, гордыня, богатство и власть. То, что пропагандируется в сущности в сети интернет. Говоря об истории Вавилона, можно сказать только одно, что предназначение это был город Каина, символ Вавилонская башня, Главное начало это Новоходоносор, продолжение в истории других государств и держав, завершение в Антихристе и конец в триумфе Иисуса Христа. Какой мы можем сделать вывод? Что виртуальный мир обманчивый – это путь в плен духовного Вавилона. Участь падшего Вавилона может стать нашей участью. Может стать нашей участью. Вчера говорилось о том, что наши отношения с Богом, они заключаются в том, что Бог со своим творением Он хочет иметь отношения. Наивысшая форма этих отношений является любовь. Наивысшей формой любви является жертва, которую Бог и показал для каждого из нас. Но тогда, когда народ Божий не хочет познавать Бога и славить Его, и об этом тоже говорилось, мы можем прочитать одно место священного Писания, которое говорит, что происходит с людьми в таком случае. Об Израиле шла речь. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат даже до сегодня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть их ребят, их да будет сагбен навсегда. Нет времени говорить об этом всем, но вы знаете, проблемы операторов, да, пользователей интернет. Это со зрением, смотрят в монитор, это со слухом, если наушники одевают очень часто, это спина болит, хребет их сагбен, потому что они сидят в такой позе, попали в сеть. А в чем суть? В чем суть? Да потому что они стремились познать Бога и воздать Ему славу. Поэтому и попали в сеть. Апостол Павел пишет как бы пророчески. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу, а не компьютеру для разумного служения вашего. И теперь остается для нас всех один очень важный вопрос. Кто мы? Кто мы? Мы храм Святого Духа или жертва этих технологий, жертва компьютера. Кто мы такие? Пред Господом. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Итак, у меня есть два очень важных, вечных вопроса. Вы знаете, какие? Первый, что делать? И второе, кто виноват? Что делать и кто виноват? По этому вопросу у церкви должно быть однозначное решение. Оно должно быть библейское. Много разных мнений. Одни говорят, полностью надо убрать все технологии. Другая крайность, они говорят, наоборот, надо их использовать. И в сети интернет, наоборот, все христиане должны быть. Они должны там христианскую веру проповедовать. И так далее, и так далее. Но практически, вы знаете, я этого не нахожу. Наоборот, получается иногда. Какой же выход с данной ситуации? Какой пример мы можем найти в Библии? Здесь текст очень мелкий, но основной смысл это книга Ездры, тогда, когда переселенцы с Вавилона вернулись назад в Иерусалим. И подходят к Ездре и говорят, слушай, ты знаешь, что переселенцы пришли с Вавилона? Да. А ты знаешь, что они там привели своих жен в Вавилонянок и уже дети у них? Что делать? Как поступить? Думали они, думали. И говорят, да будет по закону. Надо сказать, чтобы они своих жен отправили назад в Вавилон. Иногда технологии современные так вошли в жизнь и христианскую жизнь в том числе, что это равносильно браку. Вы понимаете, как это можно развестись и взять, отправить, и дети уже есть, и так мы уже срослись с этим, как можно все это разорвать? Но они сказали так, кто в течение трех дней не освободится от этого всего, не отправит жену назад в Вавилон, будет отлучен от общества израильского. Я ни на что не намекаю, но просто тогда решали эти вопросы так. Еще один библейский пример. Тогда, когда Бог, обращаясь к израильскому народу, показывает в пример сынов Рихавовых, там в чем суть была? Поставили им чаши с вином и говорят, а ну поставьте им, пусть они пьют. А те говорят, мы не пьем. А почему? Потому что Отец наш заповедал нам дома не строить, не сеять, вина не пить, там и так далее. Вот. И мы слушаемся доставления своего отца. И вопрос еще один такой. Говорит, а почему вы в плен не попали? Почему вы не оказались в Вавилонском в плену? Потому что мы слушались отца своего. Мы живем в палатках, мы услышали, что идет Навуходоносор. Палаточки собрали свои и ушли. И поэтому мы не в плену. А жители Иерусалима, смотрите, какая политика, точно в таком же духовном состоянии находится сейчас и, знаете, очень много верующих людей. Иерусалим. Что такое Иерусалим? Это дом, это частная собственность, туда вложены деньги. И вот они слышат, что идет царь, и он их заберет в Вавилон. Они все это понимают прекрасно, но сидят в своих домах и думают, а может пронесет как-то, а может давай будем молиться, может Навуходоносор смилостивится, может быть что-то как-то, как мы оставим наши нажитые, как мы откажемся от того, за что мы деньги заплатили. Но пришел Навуходоносор и забрал их и вывел их все равно в Вавилон. А сыны Рихавовы, они оказались свободными. Почему? Да потому что слушали наставления отца своего. И Бог ставит их в пример и говорит, если эти люди слушаются наставления своего прародителя, своего отца, а я вам говорю каждый день, а вы меня не слушаете. Это один из таких, вы знаете, библейских примеров, как решались ситуации, которые были повсеместными, то есть не просто одного человека касалось, а полное пленение государства, когда много людей вынуждены были уйти, оставить свои дома и уйти совсем в другое место, в плен. Новый Завет говорит нам о том, чтобы мы, как пришельцы и странники, удалялись от плотских похотей, которые восстают на душу нашу. Мы должны понимать, что наша страна, она не здесь. Наш город, он не здесь. он на небе, куда мы все стремимся. Новый Завет. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да будет чресло ваше припоясаны и светильники горящие. Скажите, пожалуйста, кто с ваших родителей знает пароль доступа к вашим сайтам? Есть тут такие? Ну, поднимите руки. Так, чтобы они свободно могли зайти и посмотреть, что вы пишете? Раз, а ну, два, три, четыре, да? Вы знаете, ценность, ценность, она обычно в сейфе хранится. И многие из вас этот сейф сделали там в виртуальной реальности и запоролили его, чтобы никто не мог туда добраться. И родители ваши даже посмотреть, что вы там делаете. Но Бог, для него нет сейфов, для него нет паролей, он знает все. И суть виртуальной реальности, знаете, в чем? Суть проблем с прогрессом современным, что он заглушает голос совести человека. И тогда Бог против этого прогресса, когда он заглушает голос совести человека. Многие думают, что они играются там в интернете. Это игрушка. Ну, вот как бы, знаете, игра в грех. Вот в интернете можно, но в реальной жизни нельзя. А в интернете можно как-то там, знаете, пофлиртовать с представителем противоположного пола. Мне Бог дал возможности послужить в одной христианской клинике в качестве душепопечителя. Я просто приведу вам два примера. Приходит мирской человек с большими проблемами, с зависимым, и говорит, ну, юноша, и говорит такую вещь. Говорит, я боюсь оставаться с компьютером один на один в комнате. Почему? Говорит, потому что только мама уходит, я закрываюсь и сразу захожу на порно-сайт. И после этого я ничего не могу с собой сделать, мне приходится удовлетворять свою похоть. Через пару дней приходит такой же юноша, но только, он говорит, я христианин, я член церкви. И он мне рассказывает точно такую же историю. Смысл вот этих двух аналогий один, что как перед потопом во времена Ноя, когда праведники вместе с грешниками перемешались, точно так же будет пришествие сына человеческого. Если у многих братьев проблемы с этим, то у сестер проблемы с флиртом, то есть, когда они переписываются в социальных сетях и, вы знаете, так кокетничают немножко. Хотя фактически это тоже является одним из видов блуда. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь интернетом, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Апостол Павел говорил, и многие так говорят, современные христиане так говорят, все мне позволительно, но не все полезно. Познавайте, что есть воля Божия, что полезно. Это очень важно для нас. В прошлый раз вчера говорилось о том, соблюдайте дистанцию. Не ходите туда, куда вы не знаете, там, где можно заблудиться. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Ничто не должно обладать мною, кроме Господа Иисуса Христа. Многие думают, что они там ориентируются, ориентируются в интернете, не знают, куда ходить, как ходить и так далее. Это, знаете, это равносильно тому, как я сегодня, знаете, как я приехал сегодня сюда? Выехал с Венеции и пропустил один поворот и потом спрашивал, как добраться. Один одно показывал, другое другое, в результате я по окружной заехал аж сюда. Вот так, сделал круг такой здоровый, здоровый, с Смельницкой трассы и приехал аж сюда до парка и спрашивал человека четыре и все думаю, господи, зачем ты мне вообще вот это сегодня такое искушение прямо, понимаете? То скат спустил, то значит, я смотрю, время у меня нужно сюда, здесь быть, значит, то по трассе поехал заблудился и я хочу просто этим поделиться с вами. Если каждый будет тебе показывать, вы думаете, что в интернете все просто? В свое время я по своей работе посещаю, как посещал и сейчас посещаю людей, бываю часто в гостях, я работаю в медицинской сфере и вот на одном адресе я, вы знаете, такой смелый был в свое время, открываю калитку и захожу туда, а там такая здоровая овчарка такая, на цепи, а хозяин говорит, не бойся, не бойся, она не кусает, я говорю, ну не кусает, хорошо, ну я сделал свое дело, ушел, второй раз прихожу уже, раз ногой дверь, значит, так смело захожу, смотрю, овчарка на цепи, все, овчарка ученая, она не лает, такая пограничная, то есть они не лают, она только подбегает и кусает, вот так, вот, и вот один раз я захожу, подхожу к двери, назад уже бежать некуда, смотрю, а у ней, она перетерла, три звена висит на шее, а дальше цепи нету, и она на меня смотрит, и вот смотрю, она начала двигаться, подбегает ко мне, назад бежать, вы понимаете, что покусает, приходится выбирать, подставил руку, я студентам вот в кривом роге показывал, до сих пор осталась на всю жизнь, и пришлось руку подставлять, потому что другое бы искусало все, и я с тех пор, когда приезжаю на адрес, знаете, какой я задаю первый вопрос, у вас собак нет? А знаете, что люди говорят, заходите, она не кусается, я говорю, может вас она не кусает, но, говорю, собак у вас есть, есть, закройте, вот такие маленькие, говорю, закройте, у меня такое впечатление, что весь город собак имеет, и непонятно для чего, закройте их, поэтому и в жизни христианина так бывает иногда, что вы когда-то, может быть, так заблукаете в этом интернете, что вас не только покусают, вы можете у братьев спросить, что, как правило, в последнее время, когда они трудятся с содержимыми людьми, то есть занятыми, обязательно там есть что-то связанное с сетью интернет, обязательно это исповедуют, потому что это, вы знаете, сеть легла на все, вы знаете, на всю планету, на всю планету, и так, ладно, за собак не буду дальше уже рассказывать, но запомните, да, спрашивайте, если вы даже там по работе туда заходите, вы спрашиваете, а собак нематом, чтобы вас не покусали, и так, заключение, очевидно, что виртуальные технологии, как, впрочем, и любые другие, несут с собой не только много преимуществ, но и целый букет неведомых доселе проблем, однако прогресс остановить невозможно, поэтому наша задача использовать разум от Бога, разум Христов, так, чтобы использовать, вы знаете, ну, эти технологии только во славу Божию, использовать их для славы Божьей, и чтобы никогда наш реальный Божий мир мы не перепутали с миром виртуальным, вы знаете, есть один библейский герой, который однажды, вот в повествовании, перепутал реальный мир с миром Божьим, можно так сказать, с духовным миром, его зовут Петр, помните, он говорит, заковали его, забили, а он лег себе спокойно и спит, завтра казнь, а он отдыхает, приходит ангел, освобождает его, выводит, а он еще думает, что он находится в видении, видит, но это Божье видение, это Божий мир, тот, который действительно мы ожидаем, куда мы стремимся, смотрите, как интересно, прошел улицу, ангел исчез, а тот подумает, слушай, это же, оказывается, не приснилось, это реально, Бог меня освободил, приходит к своим, а там тоже думает, что какой-то мир другой, служанка смотрит, а это не он, нет, нет, это его, там, как дух, да, копия его, это не он, не может быть, как такое может быть, это та реальность, с которой мы имеем дело, это живой Бог, итак, заканчиваем, что мы можем сделать, если я осудил себя и нашел виновным, мне нужно покаяние, если у меня есть компьютерная зависимость, и я не осудил себя, мне тем более нужно покаяние, если я осудил того, кто зависим от компьютера, помоги ему покаяться, а то каяться придется тебе, понять, что все дело в отношении ко греху, и очень важно, знаете, я все время думал, думаю, ну как, ну какой совет дать, что дать, сказать нельзя, сейчас это не действует, что же нужно, какой совет нужно дать нам всем и молодежи, нужно понять, кто мы, кто я, я часть истинной виноградной лозы, часть жизни в Боге, а не часть всемирной сети, я друг Христа, а не друг из одноклассников, кто я, я соединен с Господом, и есть один дух с Ним, а не соединен через модем с Духом мира сего, кто я, я член тела Христова, а не член виртуальной церкви, или какого-то сообщества, кто я, я сокрыт со Христом в Боге, а не в виртуальной реальности, кто я, я пришелец и странник в этом мире, в котором живу временно, а не вечный раб интернета, кто я, я Богом помещен во Христе, а не веб-дизайнером на сайте знакомств, у меня прямой доступ к Богу через Дух, а не безлимитка через Wi-Fi, кто я, я имею доступ к Богу, с храбростью, с свободой и уверенностью, а не после регистрации на сайте, я укоренен и укреплен во Христе, а не в сети интернет, жизнь моя сокрыта в Боге, Христос теперь моя жизнь, а не виртуальность, я дитё Божье, слава Господу, и так пусть страх Господен будет сокровищем Твоим, Аллилуйя, давайте прославим Господа, Аллилуйя, Иисус Христос, пастырь добрый, Божье, мы благодарим Тебя, Господи, за этот день, и бейни из сердца, Аллилуйя, Бог мой, Рамин ищтибиды, Глеймонес, Творец неба и земли, я прошу Тебя, укрепи нас, Господи, дабы мы понимали, кто мы такие, в какое время мы живем, Божье, Иисус Христос, Ламин ищтибиды, Глеймонес, Бог мой, укрепи нашу молодежь, Рамин ищтибиды, Глеймон, Божье, дай нам, дай им твердый дух, Рабин ищтибиды, Глеймон, дай им страх, Господин, Рамин ищтибиды, Глеймонес, Бог мой, дам они могли познавать, что из воли благая угодная и совершенная, Господь, Божье, мы живем время, когда запретов не слушают, когда очень много разных мнений, но Ты, если Ты укажешь нашему сердцу, Божье, мы пойдем за Тобою, если Ты будешь нашим руководителем, мы будем иметь благословение, Господь и Творец наш. Я прошу Тебя, Господи, Ты знаешь, Боже, души, которые хотят освободиться, Бог мой, то, чем они занимаются, Господь, втайне знаешь Ты. Боже, я прошу Тебя, услышь их молитвы, Господи, помоги им, Господь, освободиться, Боже, дай им разуметь, кто они такие в Тебе, Господь, исполни их страхом Твоим, Господи, дабы они понимали, что это есть ценность пред лицем Твоим, Боже, та ценность, которую не понимает этот мир. Господь мой, Бог мой, о фрамене щимин и глейман, ольфарабедес, кабудуглоси, рибиду и глейманес, Аллилуйя, Иисус Христос, Господь и Творец наш Божий, укрепи нас, Господи, прошу Тебя, Тебе единому слава, хвала и благодарность, наш чудный Бог, Отец и Небух Святой, Аминь. Просят помолиться за пищу. Давайте помолимся, чем Бог нас насытит, помолимся за пищу. Господь наш и Бог, наш Господи, прошу Тебя, благослови пищу, питье, которое братья приготовили нам, Господи. Воздай вас сто крат, Господи, рукам приготовляющим Божие, Тебе единому слава, хвала и благодарность, наш чудный Бог, Отец и Небух Святой, Аминь. Приятного аппетита. И выдергиваюсь розетки, компьютер, и тогда сын понимает, что надо идти. Изменились молитвенные нужды, я вот недавно буквально слышал, детские. Господи, дай мне пройти следующий уровень. Еще одно. Господи, дай, чтобы эта игра загрузилась. Вам смешно? Мне не очень. Мне приходилось в последнее время ездить часто. Очень картина такая известная, да, все легли спать, и дети некоторых семей в полутьме сидят и загружают фильм, фильм, и переживают, когда же он загрузится. Они уже помолились, я так предполагаю, и потом сидят. Идут, когда же он загрузится, что он так медленно загружается. И эта картина сплошь и рядом. Второй тип погружения, да, или измерения, когда человек тратит очень много времени, говорит, зашел погоду посмотреть, на пять минут, уже и утро, уже и утро. Это еще не все. Третий тип или третий вид погружения, когда человек вообще забывает, что ему кушать надо. Его кормят, тарелки подносят к нему уже туда. Ему некогда, он занят, он там находится, в этом мире. Некоторые забывают вообще, что кушать надо. И четвертый вид погружения, да, или зависимости, можно так сказать, это когда человек забывает о своих естественных нуждах. он забывает сходить в туалет. И получается так, что, ой, сыночка, уже и по креслу потекло. У кого это есть, те знают, что я не шучу, я ничего, я говорю, такого, чего нет. И знаете, этот мир уже говорит, говорит о том, что зависимость компьютерная приравнена к зависимости алкогольной, наркотической, игровой зависимости. и не знает, что с ними делать. Говорит, ну ладно, с алкоголиками понятно, с этими наркоманами понятно, но что с этими, которые едут и говорят, если сейчас не заедем в компьютерный клуб, мне плохо станет, мне нужно хоть пять минут посидеть за компьютером. Тогда мне трошки полегшает. интернет. Итак, дальше переходим. Это киберпространство или интернет. Что такое интернет? Много разных разговоров, много разных толков. Вы знаете, спрашивал одного, говорю, что такое интернет? Ответ один. Грех. Для чего я это сказал? Потому что я хочу вашу реакцию, молодежь, услышать. Это очень сложная технология, которая распразднена по всему лицу земли. Интернет. Произошло от латинского слова интер, что означает между, и английского net, что означает сеть. Всемирная компьютерная сеть, соединяющая между собой тысячу сетей. Вот я вычитал тоже официальную информацию, что когда эта технология дошла до Крайнего Севера, туда, там, где Чукчи, никак не могли им объяснить, ну, как назвать вот этот термин, чтобы понятно им было. Ну, и приблизительно назвали так, чтобы понятно было Чукчам. Это проходящий через слои, то есть получающий информат, проходящий через слои. А Чукчи говорят, о-о, это точно так же, как наши шаманы. Они тоже, чтобы получить информацию, они через слои проходят. Вот, это формулировка, чтобы мы поняли, о чем речь вообще идет. Юридические. Какие юридические аспекты? Я тоже недавно об этом узнал. Что официально пишут вообще за интернет? Что у него нету собственника, так как он является совокупностью сетей. Его нельзя выключить целиком, потому что, знаете, в разных странах свои сети. Это является достоянием всего человечества. В нем есть много полезных, вредных свойств. Это официальная информация просто, мирская, об интернете. Что такое интернет? Это средство открытого хранения и распространения информации по инициативе читателя. Больше мне, знаете, что удивило, что природа распространения информации в интернете, знаете, какая? Слухи. Слухи. Вот слух какой-то, что кто-то что-то написал и пошло, и пошло, и пошло по всей сети. И вроде все знают. Но самое интересное, знаете, в чем? Что в прошлом году, летом, организация ООН приняла такое постановление, что право доступа в интернет является, вы знаете, основополагающим правом человека. То есть, другими словами, если кто-то хотел бы кому-то запретить зайти в интернет, то это означает, что нарушаются его права. Вот в это время мы сейчас живем. Когда программа, вот ехал, тут бигборды есть такие тоже, компьютер в каждый дом или каждому ученику по компьютеру или, вы знаете, требования те семьи, которые усыновляют детей на воспитание, обязательно должен быть компьютер. Это требование. Иначе дети не будут развиваться. Говорят, нету собственника. Есть небольшой собственник. Есть, вы знаете, совет там такой, который занимается этим, какой он должен быть. Как, по-нашему, можно сказать, совет старейший, такая организация интернета. Они там собираются между собой, думают, что показывать, как показывать, кому показывать. Я думаю, вы понимаете, что все-таки там есть собственник. абонир, абонир. Продолжение следует...